приветствую вас друзья меня зовут александр вы на канале есть вопрос и сегодня неспроста на столе выставлены вот эти коробочки давайте вспомним как они выходили в какую последовательность и на какой возраст они предназначались собственно сперва у нас появился spike prime потом brick motion spike prime это набор который работает совместно с языком scratch на детки у нас сдают автоматизированы некие механизмы и приводит движение с помощью языка программирования scratch далее у нас есть brick brick motion и он уже на два возраста рассчитан и spike prime это 10 лет то здесь у нас 6 плюс да и 10 лет и называется brick motion и саншал и brick motion prime а здесь spike prime и как вы думаете какую же коробочку завезли нам в этом году конечно же spike essential с 6 лет дети могут заниматься автоматизированными моделями то есть появился набор который обучает детей scratch программированию с 6 лет ну как вы знаете что и видушечка у нас было с 6 лет но ее почему-то стали преподавать в начальной школе позы чем детском саду то есть детские сады откликнулись больше и я предсказываю что точно также произойдет начальная версия spike и так набор spike для чего что в нем нового 449 детали то есть набор большой вспомним что у видушки детали меньше а в нем появился уникальный маленький модуль точно такой же как у spike prime а только меньше он имеет 6 осевой гироскоп а в нем есть батарея на что 30 миллиампер который забит заряжается по стандарту мини-юсб также подключаем все это по технологии bluetooth и программное обеспечение для его управления можем ставить как на пк так и на планшет вроде все классно и все удобно кстати к слову говоря владельцы spike prime уже могут оценить программное обеспечение spike ближайшее время набор выйдет в продажу а программное обеспечение уже обновилось вы можете посмотреть что там новенького появилось далее классные двигатели маленькие двигатели которые мы можем использовать как спайки так и в спайк прайме потому что технология то 1 и платформа 1 этаж они настолько маленькие что будут удобно установлены в любое место то есть вы знаете что мы не можем с маленького двигателя требовать больших результатов но здесь нам в принципе удастся почти все то есть он не такой быстрый как его старшие братья но при всем при этом у нас есть датчик угла поворота соответственно мы можем давать ему более сложные задачи такой вот своеобразный сервомотор еще классно поскольку у spike prime вы знаете есть световой индикатор да на смарт хабе а здесь у нас смарт хаб имеет маленькие размеры да и всего два порта ввода вывода соответственно отображение графической информации где-то бы хотелось чтобы она была и нам завезли цветовую светодиодную матрицу размером 3 на 3 то есть вы во время программирования можете управлять ячейками 3 на 3 до каждым пикселем этой ячейки задавайте один из 10 цветов и яркость опять же по шкале от 1 до 10 удобно удобно матрица маленькая маленькая большая матрица у нас есть spike prime маленькая у нас появилась спайк соответственно все это мы можем комбинировать есть у нас два набора и дети будут совместно использовать их и наши модели будут более универсальным более информативные и интересны вот с этой точки зрения что еще появилось нового ну как всегда классный контейнер для хранения и самое важное это учебно-методический комплекс который рассчитан на 5 курсов по 45 минут и каждый курс имеет 78 занять в общей сложности если посчитать мы получаем 50 учебных часов для одного набора у которого есть продолжение это классный результат и набор spike говорит о том что вот вам пять направлений вот вам персонажи которые в игровой форме будут проводить вас по всем за сложным и интересным заданием вы будете общаться вживаясь в роли то есть здесь у нас прямое обучение через игру из более старших версий конечно персонажи забирают здесь поскольку 6 плюс персонажа символизируется с личностью которая осуществляет конструирование или они входят в историю и вот мы вместе им помогаем переживать некие события поэтому набор он этим и интересен и каждый педагог его оценит ну как всегда теория эта теория а давайте с вами реально сейчас посмотрим что же нам показывают да и как это задание может выглядеть на вашем уроке я вместе с вами сейчас посмотрю видео переведу его специально для вас чтобы вы поняли какого формата задания для нас приготовили погнали наш урок колесо обозрения на этом уроке ученики соберут колесо обозрения и внесут изменения в его конструкцию чтобы исправить некоторые недостатки дети будут использовать свои модели колесо обозрения для выполнения трех заданий сначала дети напишут программу которая запускает колесо обозрения но постойте-ка эта программа не может остановить колесо обозрения ученикам необходимо найти и устранить ошибки в программе чтобы мини фигурки могли сесть и сойтись от акционов ученики несут изменения в своей программы чтобы усовершенствовать колесо обозрения сменив скорость или направление вращения мотора а также модернизируют освещение и наконец дети могут модернизировать колесо обозрения чтобы сделать его еще лучше поощряйте учеников использовать творческий подход к конструированию и решению задач разговаривайте с учениками задавайте им вопросы и узнавайте как они собираются улучшить свое колесо обозрения это могут быть следующие вопросы как вы определите что колесо обозрения остановится когда это необходимо как сделать так чтобы каждая мини фигурка могла сесть на колесо обозрения и спуститься с него в безопасность когда ваши ученики выполнят все задания соберите их вместе чтобы они могли рассказать о своих усовершенствованных колесах обозрения обсудите процесс модификации решения для усовершенствования колес обозрения задавайте наводящие вопросы например о чем вы думаете когда пытаетесь модифицировать колесо обозрения и исправить его или как можно определить что ваша идея модификации существующего решения будет эффективным если у вас более 45 минут вы можете продлить занятие дайте ученикам задание потренироваться и разделить колесо обозрения на равные и неравные части попросите детей где записать собранные данные и воссоздать углы, используя различные материалы. И, конечно же, поднимитесь на аттракцион и приготовьтесь к увлекательному обучению. До новых встреч! Итак, друзья, давайте посмотрим, что же для нас приготовила LEGO Education на своем сайте. Открываем ссылочку, я ее оставлю для вас в комментариях, и ознакомимся с материалами, помимо того видео, которое мы смотрели ранее. То есть название занятия. Дальше мы видим, что урок у нас 6 из 8, и быстренько побежали. 30-45 минут занимает занятие, в зависимости от уровня и подготовленности детей. Уровень занятия начинающий и возраст детей, 1-2 класс, это рекомендации. Соответственно, вы знаете своих детей сами, тут плюс-минус отступает. Далее, этапы по работе с этим занятием. Не смотрите на перевод, это сейчас перевод с английского автоматически, поэтому он немножко кривой. Но по времени мы можем с вами тут сориентироваться, в какую этапу, на сколько будет занимать времени. И это важно для планирования. Дальше у нас есть поддержка учителей. Смотрим, что здесь, ключевые цели, это важно для каждого педагога. Какое занятие на что направлено. Дальше, вещи, которые необходимо подготовить, чтобы не было сюрпризом, что мы не можем ничего выполнить. Далее, дополнительные ресурсы, инструкции по строительству открываются, все окей, хорошо есть, все понятно, как всегда, у Лего. Далее, у нас есть такая интересная штука про мини-фигурки. Каждая мини-фигурка символизируется с определенным архетипом, со своим характером, соответственно, поэтому интересно с ними так играть. И каждый из них встревает в свою историю. Это все тоже есть, и необходимо подготовиться. Детям будет это интересно. Стандарты обучения. Давайте переведем на русский. Рабочий лист студентов. Да, кстати, есть у нас еще оценки, точнее, это вот такая таблица, которую мы заполняем в соответствии с прохождением нашего задания. И занятие, собственно, сценарий занятия для детей, по которому они работают. То есть тут вот в занятии, почему им нужно это все сделать, да, в какие проблемы, с какими они сталкиваются, и пути их решения. Все это в картинках, все как мы любим с вами. Ничего самим не надо придумывать, никакие карточки дополнительно разрабатывать. Такие дела. Возвращаемся в студию. Я думаю, вы согласитесь, набор получился классный. Более продуманной системы обучения нет ни у кого. Если есть, я могу ошибаться. Напишите лучшую систему обучения с вашей точки зрения. Кто еще так классно прорабатывает свои материалы. И не забывайте, что помимо того, что мы преподаем, мы еще должны и оценивать успеваемость наших учеников, а для этого нам тоже предоставили специальные бланки. Поэтому все уже разработали. Бери и преподавай. Если у кого-то есть другое мнение, я с радостью его прочитаю, пишем его в комментариях. Цена этого набора будет за 20 тысяч рублей. Точной цены нет, потому что курс скачет. Набор еще не вышел. Но если переводить из долларов в рубли, то там 20 тысяч 500 рублей перевод в доллар в рубль. Что будет, там посмотрим. Но это будет чуть позже. С вами был Александр. Канал «Есть вопрос». Написал комментарий всю жизнь. И следующий учебный год вас ждет только удача. Поэтому пока-пока.